МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карагандинская сырарка разгромила российских соперников хоккейный клуб «Рязань». Заключительный выезд. Члены временной комиссии по согласованию тарифа сегодня в последний раз ездили визуально знакомиться с хозяйствами автопарков Караганды. Чуть больше, чем через неделю, участники совещательного органа вынесут ряд рекомендаций городскому маслехату. И народные избранники будут советовать компетентным органам оптимальный тариф. Перевозчик «Экспресс-А» живет скромно. Всего один бокс техобслуживания, да и тот арендованный. Небольшой персонал. Маршрутов у автопарков всего 5. Два городских, третий – 29-й и три дачных. Средняя зарплата у водителей – порядка 100 тысяч тенге. Кондукторы получают около 40. В отличие от предыдущих перевозчиков, которые требуют тариф в 80 тенге, у фирмы «Экспресс-А» запросы скромнее. У меня получилось где-то 69 тарифов. Тут 70, да. Это у меня получилось. Между тем, члены временной комиссии рассматривают как вариант дифференцированный тариф. Зимой один, летом другой. В автопарке посчитали эту идею удачной. А это автопарк частного учреждения «Рейс». Перевозчик обслуживает несколько городских маршрутов – 02, 05, 012 и другие. Депутаты и общественники осмотрели весь автокомплекс и отметили кругом чистота и порядок. Кстати, специалисты рейса тоже подсчитывали безубыточный тариф. Цифры, мягко сказать, на высоте. Тариф должен быть от 70 до 113 тенге. Вот такой вот тариф должен быть. По годам выпуска машин, по степени эксплуатации все это же должно учитываться. На убыточность предприятия жаловались и в автопарке «Арман». 50 тенге не хватает, чтобы нормально существовать, а главное – привлекать на работу водителей, которых, к слову, везде не достает. И это при том, что зарплата у них вполне приличная – от 100 тысяч тенге. Для того, чтобы предприятие могло свести концы с концами, тариф должен составлять не менее, даже больше 80 тенге. Сейчас, при нынешнем тарифе, мы как-то работаем, ну, сами понимаете, в убытоке. Отметим, что это последний выезд временной комиссии на автопредприятия города. Далее – самый сложный этап работы – обсуждение, ознакомление с документами и подготовка рекомендаций. У нас вообще разброс такой от хорошо оснащенных технически автопарков есть до абсолютно неоснащенных и вообще не создавших условий для ремонта автомобилей, для содержания автомобилей, проведения каких-то работ по улучшению пассажирских перевозок. Ну, вот это все, конечно, будет учитываться при рассмотрении тарифов. Дальше мы будем работать документами, которые уже поступило в городской Маслехат. В течение недели временная комиссия даст свое заключение рекомендацию депутатам городского Маслехата. Ирина Камышова, Габиден Куржбеков, Первый Карагандинский. На сайте партии Нуратан опубликовали недостоверную информацию. На днях информагентства выдали новость о том, что шесть судей Карагандинской области привлечены к уголовной ответственности. Однако сами служители Фемиды эту информацию опровергли. Новость о шести судьях, наказанных за взяточничество, придумали не журналисты. Эти данные были опубликованы на сайте партии Нуратан. Откуда взялись эти цифры, выясняется. Представители Фемиды поясняют, что за последние пять лет к уголовной ответственности был привлечен только один судья. В результате распространения непроверенных сведений у общественности может сложиться превратное мнение о представителях судебной системы Карагандинского региона. Но это не так. Суды Карагандинской области открыты для диалога с общественностью, корректны. Карагандинские стражи порядка сегодня отметили двойной праздник. После капитального ремонта открылся спортивный центр «Динамо», а подразделения полиции получили 48 новеньких спецмашин. Спортивный комплекс «Динамо» вновь открылся после реконструкции при поддержке Акима области Бауржана Аблишева. Благодаря ему из бюджета было выделено 36 миллионов тенге. В «Динамо» воспитано не одно поколение мастеров спорта. Но спортивная база с 70-х годов прошлого века капитально не ремонтировалась. Настала пора всерьез взяться за спорт среди полицейских. Тем более, это не прихоть, а скорее производственная необходимость. В своем ежегодном послании глава государства всегда подчеркивает, что надо заниматься физкультурой и спортом. Для здоровой нации это играет большую роль. Для гостей и первых посетителей отремонтированного спортивного комплекса полицейские продемонстрировали свое мастерство. Особенно впечатляющими были выступления спецназовцы. Благодаря тем результатам, которые добилась наша страна, мы имеем возможность потихоньку это все приводить в порядок. И было принято решение выделить сюда финансовые средства для создания, довести ремонт соответствующий, создания условий, чтобы наши сотрудники на систему правоохранительных органов, в частности органов внутренних дел, специальные отряды назначения, они имели возможность здесь повышать свои мастершио, тренироваться. Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов всегда осуществляется руководством области с пониманием. На содержание органов внутренних дел выделяем более 9 миллиардов деньги. Это вот именно по этому текущему году. Из них более 350 миллионов тенге – это на обеспечение средствами защиты, специальных средств и так далее. Более 200 миллионов тенге – это именно на укрепление материально-технической базы. К сожалению, преступный мир довольно быстро адаптируется к меняющимся условиям жизни. Спортивный зал «Динамо» как раз и предназначается для занятий сотрудников правоохранительных органов. Лучшие тренеры «Динамо» привлечены для этих целей. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов, 1-й, Карагандинский. Пока принимался спортивный центр «Динамо», на площади перед областным «Акиматом» выстроился городской гарнизон. Главными в торжественном построении стали новенькие 48 автомобилей, которые руководство области передало подразделениям полиции. 48 машин марки «УАЗ», «Лада» и «Шкода Рапид» получили подразделения не только города, но и области. Причем автотехника предназначена строго для оперативной и патрульной работы. «Благодаря поддержке «Акиматом» области, сегодняшний день уделяется внимательность места для усовершенства работы полицейских. Материальные базы «Динамо» области выкуплялись за год в год. Сколько за последние два года автотарок «Урганом» в области пополнили 110 единственных автотранспортов. Выделенный автотранспорт увеличит скоростные характеристики и мобильность наших спецслужб. Позволит сотрудникам полиции более оперативно решать возложенные на них задачи. «Местные исполнительные органы делают все возможное, чтобы ваша служба была обеспечена всеми необходимыми средствами». «Акиматом» области вручил ключи от новеньких спецмашин начальником отделов. И традиционно прозвучала команда, которая заканчивает ежедневный развод перед выездом на маршрут. «Принесение службы, строго субъект, эстон правого граждан. Бойка, по машине!» Одна за одной отправляются машины к месту несения службы. Наше спокойствие в руках наших полицейских. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Впервые в Караганде с 5 по 20 октября Большой Московский цирк представляет «Лед, вода и огонь на острове грез». Единственное в мире шоу гепардов. Смотрите и наслаждайтесь. Телефон 8777-04-47-127. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу улица Молокова, 108. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Авдирова, 9, телефон 909-909. День пожилого человека. Этого дня люди преклонного возраста ждут с нетерпением, потому как именно тогда пенсионеры получают особое внимание. Наши корреспонденты расскажут о судьбе нескольких пожилых карагандинцев. А тех, кому старость в радости, совсем наоборот – Динара Сартаева. Фатима Таукина – уроженка Туркестана. Несколько лет назад пенсионерка потеряла своего единственного сына. Оставшись одна, ей пришлось жить у дальних родственников. Но ухаживать и заботиться за пожилой женщиной никто из них не хотел. Так долгожительница оказалась в карагандинском доме престарелых. У меня нет детей. Если бы у меня дети были, разве я тут сидела бы? Близких родственников не осталось, только лишь дальние. Уже пять лет Фатима Таукина бок о бок живет с такими же одинокими пожилыми людьми. Причина, по которой они здесь оказались, у каждого своя. А у Симитхана Миндебаева другая история. В доме престарелых он совсем недавно. По словам старика, некий предприниматель отобрал у него квартиру из-за того, что тот затопил его. Своим жильем пенсионер был вынужден рассчитаться за ущерб. Оказавшись без документов на улице, дом престарелых стал для него единственным пристанищем. У Симитхана пятеро детей. Сейчас все они уже взрослые и у каждого своя жизнь. Больше всего пенсионер жалеет о том, что когда-то не сохранил свой семейный очаг. У нас судьба разная получилась. Ну я гулял, ходил, гулял. И жена-то дома, я по другим местам ходил. Ну был я там молодой. Пару раз дочь приезжала навестить отца, когда тот сломал ногу. Сейчас Симитхан хочет накопить деньги, чтобы поехать и еще раз увидеться с родной дочерью. Дорогие мои старики, дайте я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики. Родители не выбирают, что бы ни случилось. Отказ от них – большой грех. Это сказано и в священной книге «Мусульман». Если дети не уважают своих родителей, это считается большим грехом. Обидеть родителей – значит обидеть Аллаха. Мы должны ценить их и уважать. Без родительского благословения не будет счастья. А это семья Бекешевых. Чита уже много лет живет счастливо вместе. Четверо взрослых детей и шесть внуков – самая большая радость для пенсионеров. Глядя на то, как они растут и развиваются, седовласые могут с уверенностью сказать, что все их труды были не напрасны. У меня много детей и внуков. Самую большую радость мне дарит осознание того, что я не зря прожил свою жизнь. На вопрос, что мешает жить в преклонном возрасте счастливо, у каждого из пожилых свой ответ. Но вывод один – нужно жить так, чтобы ни о чем не сожалеть в старости. Динара Сартаева, Жаслан Амандыков, Асхат Абейдулов, Первый Каргандинский. Молодежь города постаралась, чтобы День пожилых людей стал праздничным для многих ветеранов. Жасатановцы провели ряд акций, направленных на помощь представителям старшего поколения. Помощь пожилым людям идет от сердца. Наши ветераны всегда рады гостям и очень смущаются, когда гости берутся за метлы и лопаты. Не привыкли старые люди жаловаться и просить помощи. Это и гордость, и воспитание. Виктор Рудский – знаменитый казахстанский легкоатлет. Многое может рассказать о истории развития спорта в стране и в нашем регионе. Масса наград, кубков. Только сетует ветеран еще больше растащили. Он – знаменитость 70-х. Я первый из казахстанских спортсменов, выехал в Зарюк, попал в сборную команду Советского Союза. Первый из всех. Первый. На 4-й сервисный фестиваль в Бухарестке. Школьники-жасатановцы быстро привели в порядок огороде, к территорию и, конечно, подарили продуктовую корзину. И были поражены оптимизмом ветерана. Вы посмотрите, как продвинулся Казахстан. Это же до сколько поднялись в рейтинге. Вы посмотрите, как. Во всем отношении. Все свое есть. Казахстан самая богатая. У нас есть все. И все природные ископаемые. Все есть. У молодых еще одна встреча сегодня. Их ждет ветеран войны Алпан Иджанов. Веселые стайки прошлись по двору и поднялись на второй этаж. Многоэтажки на Голубых прудах. Здесь пришлось задержаться надолго. Алпан Иджанов прошел всю войну. Участник Сталинградской битвы. Ну как не послушать рассказы очевидца? Это же живая история. Это не учебник, главы которого надо учить в школе. А живое воплощение героизма, присущее той эпохе. Но подобный героизм нужен и нам, сегодня. Такой эмоциональный урок нигде нельзя получить. Только из уст ветерана. Поэтому и зазвучали стихи, запела Домбра. Любая встреча имеет как начало, так и конец. Но ребята унесли с собой кусочек правды о том далеком времени, когда люди боролись за свободу и не считались ни с какими трудностями. Когда личная жизнь была отодвинута на второй план. Трудно в это поверить, но так было. В рамках Общественного института преемственности поколений сегодня Центр по работе с молодежью, Центр молодежных инициатив Карагандийской области, Молодежное крыло Жасатан, Жасулановцы, Жаскрановцы, школьники объезжают ветеранов по городу Караганде и поздравляют с этим праздником цель. Как сказал глава государства, лидер партии Нур-Уртан, Нур-Сертан Абишич Назарбаев, наша цель – это воспитание человека труда. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. В честь Дня пожилых людей в Топаре был устроен благотворительный концерт. Для пенсионеров накрыли праздничный стол и подготовили подарки. Основными гостями на празднике были слабовидящие пожилые люди. Для них организовали сытные и вкусные угощения. В свой праздник они могут забыть о диетах и лекарствах и вдоволь насладиться вкусностями. Коронным блюдом стал бешпармак, приготовление которого стало традицией в День пожилых людей. Я с удовольствием готовила угощения для них, с удовольствием. Я бросаю все свои дела и с удовольствием участвую на этом мероприятии. Мы всегда стараемся приготовить им. На протяжении всего вечера для виновников торжества не смолкали песни, живая музыка и поздравления. По окончанию мероприятия ни один пенсионер не ушел из зала с пустыми руками. К слову, такое пиршество в честь Дня пожилых людей устраивают не первый раз. Самая главная цель – социальная реабилитация инвалидов. Привлечь, чтобы они могли общаться с семьей, дружить. Обменяться опытом. Проводить занятия, обучение и так далее. Мы ежегодно планируем, у нас план мероприятий идет. Новый год, 8 марта, собираемся вот так. Сегодня повара постарались на славу разнообразные закуски и, конечно же, главное коронное блюдо – ароматный бешпармак. Хотелось бы, чтобы наших бабушек и дедушек поздравляли точно так же каждый день. Амина Смакова, Карат Рашидов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. В Караганде прошло расширенное заседание партии «Нуратан» по вопросам борьбы с коррупционными проявлениями в обществе. В своем докладе Аким Карагандинской области Болжан Абдишев отметил, для обеспечения общественного контроля на объектах государственных и отраслевых программ созданы и работают посты партийного контроля. С каждым годом они активизируют свою работу. Если в 2011 году таких постов насчитывалось по области 177, то в текущем году их действует 335. Нельзя забывать слова лидера нации о том, что коррупция значительно снижает конкурентноспособность государства, тормозит процесс преобразования в обществе, наносит ущерб международному авторитету страны, а самое главное – подрывает в людях веру в государство, закон и справедливость. На заседании были приняты ряд предложений о внедрении новых форм борьбы с коррупционными проявлениями и ответственности за них. Компания «Казахтелеком» поздравила 15-тысячного абонента, который подключился к IDTV. Повсеместно внедряя цифровое телевидение, «Казахтелеком» заботится о качестве предоставляемых услуг и о доступной плате за них. Об этом следующий сюжет. IDTV – это интерактивное цифровое телевидение, пользуясь которым абонент может выбрать несколько тарифных планов, например, базовый или элитный, где более 100 каналов в цифровом качестве. Есть множество дополнительных сервисов, используя которые абоненты, например, могут воспользоваться услугой «Видео по запросу». Из видеотеки выбирается любой фильм, который можно просмотреть в удобное время. Или услуга «Шифт ТВ». В течение 24 часов можно просмотреть понравившуюся передачу, которая уже прошла в эфире. Индира Рахимбаева стала 15-тысячным абонентом, который пользуется возможностями IDTV. Очень довольна качеством услуг, внимательное обслуживание. Очень обрадовалась, что выиграла телевизор. Спасибо «Казахтелекому». Всегда теперь буду пользоваться только «Казахтелеком» и их услугами. Нежданно-негаданно Индира стала обладательницей телевизора, который ей преподнесли представители акционерного общества «Казахтелеком». Случайность. Зато очень приятная. Мы сейчас в Караганде подключаем большое количество абонентов на ID.NET. Это услуга интернет по оптоволоконной линии. И абоненты могут подключить несколько точек IDTV. Один, два. Есть за это дополнительная плата. В принципе, IDTV развивается в Караганде очень успешно. Подключение к IDTV проходит очень быстро. За один визит представители «Казахтелекома». Абонент может подать заявку на 160 через сайт в ПСС. И наши службы отрабатывают. Поэтому, когда монтажник идет к абоненту, на месте заключаются все необходимые договора, документы. Вручается оборудование СТБ, приставка бесплатно. То есть, все делается за один визит. Все ради абонентов. Количество желающих подключиться к новому виду услуги IDTV постоянно увеличивается и в Караганде, и в области. Так что не за горами и 50-тысячный абонент. Вот уж будет подарок, так подарок. 50-тысячным абонентом можете стать и вы. Сергей Высокосов, Марат Кулкенов. Первый. Карагандинский. А теперь к новостям спорта. Карагандинская СРРК разгромила российских оппонентов в хоккейный клуб «Рязань» со счетом 6-1. Накануне на льду Караганда-арены состоялся матч чемпионата ВХЛ. Игра была зрелищной и результативной. Первый период хоккеисты играли в одни ворота. Рязанские. В результате 3-0 в пользу карагандинской ледовой дружины. Шайбы на счету Вадима Голубцова и Анатолия Васильева. Во втором периоде отличился Кирилл Лебедев. В третьей 20-ти минутке шайбу гостей отыграл Сергей Гончаров. Пятую и шестую шайбу карагандинцев забросили Александр Васильев и Роберт Макмила. Напомним, что 5-го октября СРРК на выезде сыграет с «Динамо» и с «Балашихи». Между тем, завтра на стадионе «Астана-арена» состоится исторический для нашей страны матч между карагандинским шахтером и израильским «Макаби». Игра станет первой для Казахстана домашней игрой в рамках группового этапа Лиги Европы. Отметим, что для всех желающих отправиться в «Астану», чтобы поддержать шахтер, организованы автобусы. Сбор пройдет на улице Олимпийская в 16.00. Проезд будет стоить 2200 тенге в оба конца. В Караганде стартовал чемпионат области по боксу среди взрослых, который собрал более 100 участников со всего региона. Турнир проходит в центре бокса имени Серика Сапива. Чемпионат является отборочным на первенство страны, которое пройдет в Атырау в конце ноября. Отметим, что в чемпионате не принимают участие первые номера карагандинского бокса. Спортсмены готовятся на чемпионат мира. По окончанию чемпионата Республики Казахстан у нас будет Кубок Федерации Республики Казахстан, где мы будем в полуфинальных боях встречаться с командой «Актау» за выход в финал. Вот этот чемпионат у нас просмотрован, отбираем команду. Здесь не боксируют лидеры наши, Алмат, Селимов, Севастьянов, Алексей, так как они готовятся в составе сборной Казахстана на чемпионат мира. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 420649. Звоните, если у вас есть интересная информация. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Салбонсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова